Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Добро пожаловать на лекции по главам Торы. Сегодняшняя недельная глава Эмор. Начинается глава повествованием о законах, которые на самом деле касаются только кольнов. Кто такие кольны? Наверное, вы знаете кольны. Переводят кольны — это священнослужители. В еврейском народе есть такая группа людей, которые являются потомками Аарона. И когда у нас был храм, и когда, даст Бог, у нас будет храм, это те люди, которые осуществляли все служение в храме, именно приношение жертвоприношений. Есть другие законы, которые их касаются. У них есть очень много привилегий. Даже в наши дни у них есть много привилегий. И в синагоге, когда вызывают ктори, их вызывают первыми, когда любое какое-то мероприятие им дают как бы вне очереди. То есть у них есть много привилегий, много заслуг. Но наша недельная глава начинается именно не привилегиями, а наоборот запретами. Написано, что Эмор, поэтому недельная глава называется «Скажи, Всевышний Кадас Каламойше, Эмор алакаранибнеарон, скажи коинам сыновьям Аарона и скажи им, что они не имеют права любое прикосновение с мертвым телом, они не должны ходить на кладбище. У них есть запрет, как мы знаем, у коинов есть запреты. Коины не ходят на кладбище. Единственное исключение – это и близкие, и их родственники. И то это только именно на похороны. Просто на могилу они не могут ходить. У них вот эти запреты, разве что есть особая необходимость, никого другого нет. Но в целом коины никогда не ходят на кладбище. И это то, с чего начинается недельная глава. Мой еще должен оповестить коинов, коинов, что вот им даются эти запреты. Интересно, две вещи подметили в комментариях, в самом начале недельной главы. Несколько, три вещи на самом деле. Первое, что рабочий Панчтей подметил, обычно, если вы привыкли к языку Тора, обычно слова Тора, когда есть какие-то законы, начинается слово ваедабер. Добер – это говорить. Ваё имяр – это сказать. Говорить и сказать – это хоть и похожие слова, но они не совершенно одинаковые. В святом языке, когда хотят что-то более мягкое сказать, так говорят, сказать. Говорить – это более так сурово и твердо. Интересно, что недельная глава начинается с мягкого, нестандартного вступления, обычного вступления. Говорить – только какое-то такое мягкое вступление. «Скажи». То есть Всевышний, обращаясь к Мой Шрабейну, сказал «Скажи». То есть в мягкой форме «Скажи коль нам эти запреты». И что еще интересно, повторяется это слово два раза. Ваё имяр – ва марта. Написано «Скажи им». И «Скажи». То есть два раза повторяется одно и то же слово. Мы понимаем, что в Торе каждая буковка на учете, а тут повторяется два раза. Еще интересно, что когда написано «Кому это на голове?» написано «Коином сыновья Аарона». То есть если вы уже читаете Тору, так вы уже на сегодняшний день должны знать, что коины на то они и коины. Потому что сыновья Аарона, по идее, лишнее слово. То есть эти основные вопросы, которые я хочу… Я не говорю, что мы коснемся всех ответов. Всегда есть очень много ответов. Но некоторые интересные ответы я вам расскажу. И что очень интересно, что на первый взгляд, вся эта недельная глава, если вы не коин, она, короче, вас не касается, можно пропустить. Ну, понятно, что мы все должны прочитать, но неинтересно, я же не коин, зачем мне разница. Мы увидим, что многие уроки вот этой главы, вступления этой главы, на самом деле касаются не только коинов, это касается любого еврея еврея и даже не только еврея. Итак, первый вопрос, который… Один из первых вопросов, который я задал, что почему написано два раза слово «скажи», так сам Раши, который комментирует Торресом классический комментарий, он приводит один из объяснений, одно из объяснений, что «скажи, скажи». Один раз мы подразумеваем взрослых, второй раз мы подразумеваем детей. То есть взрослые должны научить своих детей. Значит, подразумевается, что коины должны воспитывать своих детей, что дети тоже не должны ходить на кладбище. Вот это есть интересный закон. Если жена коина забеременела, так получается, у нее в утробе потенциальный коин. И она… Там, на самом деле, вопрос, может, никто и говорит, что есть причины, почему она может, но это точно вопрос, или она может ходить на кладбище, хоть, на самом деле, женщины, это не касается. Каянка, дочь коина, жена коина, у нее никаких запретов с кладбищем нет. Но если она беременна от коина, значит, у нее в утробе потенциальный коин, у нее уже возникает вопрос, может ли она ходить на кладбище, может, это девочка, может быть, мальчик. И тут, как минимум, детей надо воспитывать. Нет, и получается, есть запрет детей коинский, значит, хоть и маленький коганенок, ему тоже нельзя ходить на кладбище. То есть это первое, просто классическое объяснение. Но некоторые объясняют, что вот это большие и маленькие не только подразумеваются взрослые и дети. Раша говорит, гдойлым, вектаным. Это словно переводится большие и маленькие. Не написано взрослые и дети, написано большие и маленькие. И некоторые говорят, что это намек, что митцвы, запреты, надо предупредить, что есть большие и маленькие, все надо соблюдать. Очень часто люди, которые, ну, смотрят на все эти запреты, это серьезный запрет. Это, ну, знаете, все это делают. Мне тут сказать, что не так страшно. Это только несколько лет такие говорят, что вообще мудрецы потом постановили. И много лет с того, с тех пор прошло. Так предупреждают нас, что скажи им и скажи им, что когда мы соблюдаем эти законы, надо соблюдать с точностью все законы. Это касается не только койнов, это касается всех евреев, что независимости, или это в Торе написано, этот закон. Есть законы, которые в Торе не написаны прямым текстом, там только намек в Торе есть. Есть законы, которые действительно в Торе не упомянуты, действительно мудрецы постановили. Но богобоязнные евреи должны соблюдать все эти законы. И само собой разумеется, что точно так же, как, знаете, у человека, например, мозоль на пальцах ноги. Неприятно, неудобно, охромает. И кто-то ему скажет, это ерунда, вот там, ты представляешь, как там люди мучаются, такие страшные болезни, если то и все. Да, ну, у тебя с твоей мозолем. Это, конечно, все равно, но неприятно. И наоборот, когда что-то хорошее, даже мелочи, очень приятно, большое, маленькое. Так с митцвами, не хочу, конечно, сравнивать митцвы с мозолями, но когда кто-то нарушает что-то, точно так же, как маленькое нарушение, надо воспринимать, что, значит, это нехорошо. Бывают ситуации, надо иметь в виду, что бывает ситуация, когда, как бы, все легально, по законам Торы, например, там вопрос жизни и смерти, мы знаем, что вопрос жизни и смерти, практически все законы можно нарушить. Если не вопрос жизни и смерти, просто кто-то сильно болен. или действительно вопрос потери многих, очень много денег человек может потерять. В некоторых ситуациях, подчеркиваю, в некоторых ситуациях, возможно, ситуация, когда некоторые запреты можно будет нарушить, опять-таки, как говорится, легально, потому что часть Торы написана, что есть вот такая ситуация, вы можете облегчить, это не называется нарушение, например, в субботу, если кто-то там сильно болен, иногда можно попросить, например, нееврея, чтобы он вам что-то сделал. Иногда нельзя. Иногда вы можете, например, по телефону позвонить, иногда нет, есть очень много сложных с правил, когда и что, и простому, знаете, обывателю не надо принимать эти решения, надо посоветоваться. Но в целом, наш подход, что и большие, и большие, и маленькие запреты, и большие, и маленькие митцвы, мы хотим, точно так же, как человек хочет, чтобы он был полностью здоров, чтобы у него все было, и большие вещи, и маленькие, и точно так же, когда мы соблюдаем Тору, так, амор, амор, два раза написано, скажи, что и большое, и маленькое. И еще, мы вернемся к другому объяснению скоро, но ту фазу, которую я начал, что почему написано, коина сыновья Аарона, это очень интересный момент, потому что, Хасамсайпер говорит, Хасамсайпер, не оболкованным, но им сейчас будут рассказывать запреты. Люди по своей натуре не любят, когда им указывают, и люди по своей натуре не любят, когда им дают запреты, несмотря на то, что, конечно, тут сам Всевышний дает эти запреты, и Майшар Абейну, понятно, что все с радостью, и тем не менее. Поэтому мы говорим, не говорим, а скажи, в мягкой форме, это очень важно, Майшар Абейну, Всевышний говорит, скажи им, потому что коины, получается, у них еще больше запретов по сравнению с обычным евреем. У евреев уже много запретов, у них тут еще запреты, поэтому мы еще должны в мягкой форме это сказать, чтобы мягко объяснить, и скажи им, что они сыновья Аарона, поэтому с них больше спрос. Поскольку они сыновья вот этого великого святого Аарона, Аарон был святой человек, тема отдельной лекции, почему Аарон заслужил, что его потомки будут коинами, но вы имейте в виду, что с вас спрос больше, потому что вы действительно сыновья Аарона, поэтому с вас и больше спрос, и вы должны этим гордиться. Вам коинство должно быть не в тяжесть, а наоборот, вы этим должны гордиться. Да, вы коины, вы сыновья Аарона, вы, может сказать, что вы лучше, вы должны этим гордиться и радоваться. Понятно, что от этого, поэтому с вас будет больше спрос. И эта идея касается не только коинов, это касается любого еврея. Евреи, очень интересный момент, что у евреев тоже иногда бывает, у головы проходят всякие мысли, ну вот, почему не саживай, как простой человек. Все, кушать где хочешь, ходить куда хочешь, все в ней работать. Тут это не за... То есть мы соблюдаем, конечно, тяжело, иногда так... Так надо не звать, что мы тоже простой евреи, даже если вы не коин. Но надо помнить, кто мы такие. Интересно, каждую неделю, сейчас принято читать Перкеа Вод. Если вы посмотрите, на прошлой неделе мы читали третью главу Перкеа Вод. И там две министры, которые я хотел с вами поделиться. Две министры третьей главы. Начинается третья глава, что Акабин говорит, что надо помнить о трех вещах, и тогда человек не будет грешить. И потом министры говорит так. Зная, из чего ты произошел, куда ты идешь, и перед тем предстоит тебе стоять на суде. То есть три вещи. Откуда, куда, и перед кем ты будешь стоять. И потом министры повторяют. Откуда ты пришел из зловонной капли, куда ты идешь в место, где прах после 120 всех хоронят, и перед кем ты будешь стоять, тебе будет отдавать отчет перед Всевышним. Значит, три вещи. Но интересно повторение, немножко тавтология. Сначала нам говорят, что три вещи надо помнить, откуда ты идешь, куда ты идешь, перед кем ты будешь стоять перед судом. И потом Мишна опять нам рассказывает, откуда ты таки идешь, и куда ты идешь. Почему два раза это повторяется? Так, один из комментариев на Перкеа Вод. Брис Арон, один из торговских райб, объясняет, что на самом деле у Мишны есть, так можно сказать, две стороны медали. Первая сторона медали, да, надо помнить, откуда ты идешь. Каждый еврей, мы каждое утро говорим, что у нас наша душа, это часть Всевышнего. Алла Кайн, Шамош, Насад, Абита Ирана, у нас чистая душа, великая душа, наша душа спустилась в небес, у нас великая душа. И перед тем, когда человек будет что-то делать, надо вспомнить, кто я такой. Куда я иду, да, у любого написано в Перкеа, вот у каждого еврея есть место в будущем мире. И перед тем, я буду стоять, да, я предстою буду Всевышний, который нас любит. То есть, у медали есть две части. С одной стороны, надо быть, помнить положительные вещи о себе, какие мы хорошие, откуда мы действительно идем, куда мы идем. Потом, да, Мишна говорит, надо не сильно зазнаваться, надо помнить, откуда ты идешь, с другой стороны, от вонючей капли, куда ты идешь, когда на кладбище как-то в прах. То есть, вот этот баланс, надо помнить, с одной стороны, величие, с другой стороны, куда мы идем. И потом, если вы посмотрите, в этой же главе, 14-я Мишна, интересно, что есть разные градации, в некоторых это 14-я Мишна, иногда это пишется, как 18-я Мишна, написано, он говорил, кстати, он это Рыбакива, Рыбакива говорил, любим, любим Всевышним человек, 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 тут человек, кстати, подразумевается, не только евреи, любой человек, Всевышний его любит, созданный по образу Бога. Особая любовь, оказанная ему, тем, что он создал по образу Бога. Написано, что Всевышний создал человека по образу и подобию своему, что бы это ни обозначало, это показывает его величие. И человек должен помнить, что его Всевышний любит, что он основа создания, и надо в этом знать, что да, человек, он человек большой Бог, и Всевышний его любит. дальше написано любыми всевышним сыновья израиль его следующий уровень точно также как среди евреев есть израиль и более высокий уровень левита есть коины тут написано вишни тоже есть в следующий уровень до сыновья израиль его которые названы сынами всевышнего то что я хотел провести пролез что наш отдельный глава гавы такой на вшакойны они сыновья арны и нам и им надо об этом помнить что с одной стороны это очень престижно и гордо с другой стороны больше спрос мишна пеке вот говорит что сыновья израиля тоже должны помнить что мы прямо с письма словно без что мы сыновья всевышнего приводится отрывок и сказано сыны 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 вы господу богу вашему всевышний к нам обращается как сыновьям в молитве сколько раз упомянута в молитве вину молкену мы к всевышнему обращаемся как к отцу окнам относится к сыновьям и нашей глава нам хотя она обращается коина но любой еврей должен понимать что муромар скажи скажи у нас есть как бы пятки две стороны медали с одной стороны да написано что мы говорим что мы избранный народ нам и становя всевышнего с другой стороны на спрос больше и чем если бы должны по-другому вести значит если ты если вы действительно становясь и выше значит вы должны больше вести лучше себя вести из вас другой спрос люди иногда просто люди иногда забывают поскольку мы живем в физическом мире и человек просто мы забываем кто мы такие есть очень интересная шутка которая на мой взгляд очень подходящая здесь если как как у всех шутках есть разные версии идея такая что пьяный муж возвращался домой и он понимал что очень раз опять на него жена будет качаешь опять ты напился что с тобой будет думаю на что это чтобы жена то не заметила что я напился и вот он идет думает и он задумался и поскользнулся еще и упал и он упал себе порезал там нос порезала щеку кровь душу теперь делать ну когда он пришел домой он тихонько быстренько сразу в туалет и быстренько там смыл кровь и наклеил там все пластырь наклеил все и сразу в постельную чтобы жена не видела чтобы может к утру проскочим уже на не заметить последней ночи жена его будет ах ты такой сакой ты опять напился ты опять напился сколько раз тебе говорить угадку ты знаешь ну откуда ты знаешь посмотрел в туалете все зеркало обклеена пластырем что произошло он на пьяную голову давно клея пластырь на место вошел зеркал и отклеил свою физиономию пластырем иногда мы живем на трезвую голову мысль мы себя же не видим любой человек чтобы себя придержим зеркало посмотреть мы на себя каждый о себе какой-то какой-то иметь мнение любой человек все мы люди каждый знает свои с его точки зрения свои хорошие части свои преимущества свои несколько недостатков таких конечно очень мало и мы сами о себе какого-то мнению иногда она совпадает с мнением людей которые вокруг нас она мы чувствуешь нас недооценивают нас не понимают и так далее но очень часто это мнение тоже неправильно на самом деле мы это не те кто мы себе думаем мы это не тот не та физиономия которую мы видим зеркале мы возможно самом деле мы значительно больше и мы значительно выше и более более святые если помните прошлой недельной глава была быть святыми всевышний хочет чтобы все мы были святыми и кто ищем тыю то есть от нас спрашивают нас требования потому что нас есть потенциал иногда тяжело его видеть иногда тяжело особенно мы живем простом физическом мире на то нас свыше сюда послал мы понимают куда нас туда послали и мы слышим всю эту грязь особенно когда от нас вызывается и иногда мы забываем так наша недельная глава хоть она обещается к коинам надо обращаться ко всем и верю что они точно так же какой он должен помнить что они сыновья арена из них у них есть и привилегии с них спрос больше точно также все мы должны это чувствовать и не забывай что значит нас больше спрос и мы должны соответственно вести себя как подобает сыновьям всевышнего дальше продолжается идея о коинов кстати все продолжение там дальше написано о первой священнике то есть да о первой священнике у него еще больше запретов то есть среди коина это сейчас самый главный коин так у него еще больше запретов он даже не может ходить на кладбище на похороны даже своим близким родственником он не имеет права жениться даже на вдове простой коин может жениться на вдове он не может жениться на разведенный коин году не может жениться даже на вдове он должен жениться на девственнице у него еще больше запрет и потом написано интересная вещь что он у меня мигдаш латайцы он не может написано что он должен все время быть без амигдаша он должен быть в храме и рамбом приводит это рамбом который создал фундаментальный труд которым собрал все законы истории с устной торы из письма истории там он приводит это что коин году он максимально должен был находиться в храме он на час на два мог прийти домой у него был дом он был должен быть женатым начал не мог быть коин году у него должна была быть жена но он больше подавляющее большинство своего времени проводил именно храме и наш особо наше дело говорит у меня мигдаш латайцы он должен постараться не покидать храм и рамб говорит что это его красота наоборот это его гордость и красота что вот он все время всю жизнь проводят в храме интересно простой человек наше время все мы знаем что есть такая вещь как называется домашний арест когда есть люди которых тюрьму не сажают но есть люди которых наказывают они должны сидеть все время дома есть другие которые может они должны carrety дома на не выездные все мы слышали некоторые пережили этот こと они не выездные они могут они даже могут себе в городе ним накануне невыездные и не могли выехать за границу и тогда и это называется у нормальных людей называется наказание что не выездного человек домашний нарез и так далее и у нормальной человек можно понять любой нормально человек он хочет поехать куда-то посмотрите действительно туристические это самый бизнес все люди решат оба наше время стало значительно более доступно и более просто и сколько есть кашина причем кошерные круизы там и в антарктиду можно съесть если вы хотите и в китае все еще с озарком кашу то все то есть люди любят люди смотрят конечно в израиле очень многие или из израиля в турцию то есть все куда-то кто-то или все куда-то хочет хотят посмотреть все чудеса так устроен сейчас мы увидим почему а коэн сидит без самик дальше и раму еще выше это еще и красота так интересно чтобы подтвердить что человек устроен что ему тяжело сидеть в одном месте в одном доме если посмотрите книга малахим малахим это книга царей в самом начале начинается эта книга смертью царя давида царь давид умирает в самом начале этой книги и он оставляет завещание своему сыну шлойма шлоймом было только 12 лет и царь давид перед смертью да мы читали читаем во вторе автора одной из книги давид оставляет завещание что ему надо сделать и одна из одна из интересных вещей и почему он сказал о шиме бен гейля если посмотрите это малахим первая часть малахим вторая глава 8 пасук царь давидов самые последние практически его слова перед смертью и он сказал шлойма что и вот у тебя шиме сын гейр был шиме бен гейрин был сам великий человек искали на беньямин и он сдал злословил меня там приводится в книге шуме приводится как когда доме добегал чем бен герри его встретила и проклял его и обозвал там очень очень неприятная была история и он заслал меня тяжким злословием в день когда я шел к махана им и написано что оруженосцы давида сказали мы слушайте давайте его убьем сайт давидом был царем и по закону если кто-то что-то говорит плохо походится и по закону его надо было казнить но написано что и я поклялся ему господом я не нарешлю тебя мечом и сразу объяснение почему действительно царь давид его не убил одно из объяснений кстати что его потомка вот это шиме бен герри был мардыхай мардыхай был искренне бен ямина и царь давид пророчестве видела что если он убьет шиме бен герри не будет мардыхай не будет спасения порума и поэтому царь давид понял что он должен его оставить в живых сейчас когда царь давид уже умирает он понимает уже уже у шиме бен герри дети родились теперь он теоретически заслуживает смерти поэтому он завещал шло и мы а ныне ты считай его невиновным ты должен что-то ему ты должен наказать ты должен придумать царь давид оставляет завещание шло и мы по целой идея почему-то не называется месть почему там надо было в любом случае царь давид завещает шло и мы что ты ты человек умный ты должен что-то сделать чтобы его наказать но чтобы все было хорошо что делает шло и мы если пропустили до конца вот этой главы мечет 36 пасук и сказать царь уже после смерти давидов значит царь соломон уже шло и становится царем он вызвал вот это вашими шиме бен герри и он сказал так построить себе дом в иерусалиме и будет жить там и никуда не выходи оттуда царь шло и делает домашний арест ты можешь в иерусалиме сути русы не такой плохой город иерусалим это не не финляндия правильно и грязь он ему сказал живи в иерусалиме но ты не можешь откуда никуда уходить и я тебя предупреждаю говорить шло ими и будет в тот день когда ты выйдешь и перейдешь поток ядро там если перейдешь этот поток будь уверен что непременно умрешь смертная коза то есть у тебя домашний арест и чтоб ты знал если ты нарушаешь домашний арест смертная коза что произошло приводится что шиме жил в иерусалиме многие дни и было спустя три года убежали от шиме два раба вот обидно усиме два раба сбежала и сообщили шиме что мы видели твоих рабов в гате и шиме что делал шиме шиме оседлал козла и шиме поехал привел своих рабов и вернулся домой об этом узнал написано и донесено было шло ими что уходил шиме из иерусалима и саму казнить шиме шиме был казнен тушь он нарушил слова царя слова царя на тонны и слова царя и это смертная казнь он уткил комментарии говорят смотрите царь давид завещал шло и мы казнить этого шиме то есть как-то так дальше мы надо было казнить эти шлами когда сказал ему что ты не будешь выходить за пределы своего дома значит шлами был уверен что шиме не выдержит он нарушил запрет и так она и была шишка шиме глупо было не глупо великий человек на самом деле чем и бенгей но так устроен человек человек не может сидеть три года продержался потом они выдержал там бараба осла он не выдержал и сейчас он поплатился жизни вопрос почему простой человек вот написано то есть уже во времена танаха не может усидеть сидеть дома если ты мы знаем вот мы устроим так а окоин готов сидеть в храме и в храме чуть ли не за 5 еще мы говорим что радость и счастье и так далее так решишь и пинкас очень интересную вещь приводит из гемору очень интересно гемору теперь это агада где море тыс агадан это кабинет лишь иногда мэдэш очень тяжело понять есть его не всегда надо понимать до слова то есть надо понять идею и смотреть разные комментарии идея такая что приводится мэдэш и что когда всевышний создал первого человека дама решён наш про 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 дедушка на написанды что он повелить был огромный адама решу он он был по размеру от одного края мира до другого den a celui-то 500 пить понимать это тяжело помощь особо действительно такого огромного от одного края мира до другого то дежа была место для его жены держы была мест для его детей скорее всего это был приняла иногда образ dry но слова точно написаны геморе что изначально адам решом был Создан по величине от одного края мира до другого. Агимура задает вопрос что Адам Хорешон первый человек он по размерам был как от земли до неба. Гимура это один и тот же размер. Тоже интересно. Адам Хорешон по размеру был от одного края мира до другого, с другой стороны как от неба до земли от земли до неба. Потом когда он согрешил, Всевышнего уменьшил. Так написано. Скорее всего мы не будем понимать физически это духовно но если к гима и т.п. пинкельс еще мы видим что изначально когда человек был создан у него потенциал быть от одного края мира до другого хочет быть везде у нас то осталось потому что изначально мы так были созданы я хочет везде побывать я хочу где посмотреть наше время даже в наше время люди приходят на при этом люди приходят с фотоаппарата начинают щелкать что ты фотографируешь что ты видишь ну ты посмотрел пошли дальше люди хотят посмотреть показать другим поставить статусе посмотрите где я был посмотреть как это объяснить потому что мы так устроено мы хотим везде быть везде показать на другие посмотреть себя показать с другой стороны кемора галышева дом решим был создан как от земли до неба так у человека есть выбор человек по своей натуре хочет расти и физически так есть человек который хочет везде побывать восток запад север юг и так далее а если хочет расти в другом направлении с земли до неба и от вас зависит от человека зависит какую страну хочет расти такое году предсвящение когда он находился в храме он тоже рос он тоже не стоял на одном месте он тоже хотел побывать везде до конкретном по вам написано что когда 10 святых раввинов которые были убиты римлянами мы они читаем в венгепура сарае рога и малкоса написано что когда им земли не сказали что вот вы поставили указ мы должны убить 10 великих раввинов написано что каинга долл он когда мы нам дано три дня каинга долл написано что он поднялся на небеса поговорить с ангелами он умел это делать то есть каинга долл это он был каинга долл раз году год заходил святая святых каинга долл он тоже рос но он рос не в ширину а высоту кстати наше время тоже есть люди которые к сожалению да они растут у них штаны надо новые покупать часто ширину растут если которые растут высоту то есть не духовно растут и это зависит человек и человек который полный который растет ну не по ему домашний арест наоборот конечно понятно что каждый чем не должна быть себя нормальные знакомые нормальная жизнь на самом деле умные интеллигентные люди когда вы даже не попадали какие-то неприятные ситуации когда вот они не миски было разговаривать если у них есть возможность например морально или что-то умственно что-то делать все в порядке они могут расти и каинга долл да это он таки рост нам наши таки как я предупредил начале нашего урока хоть и недельная глава начала недельная глава посвящена именно каином но урок простом это и тоже мы должны конечно баланс мы не мы не каины и мы не каинга долли мы не превосвященники мы все все простые люди да мы все еще любим посмотреть всякие новости мы людям посмотреть мы любим поехать куда-то на какую-то экскурсию и это нормально это ничего плохого но просто надо не зацикливается надо расти смотреть какую-то в каком направлении у меня идет рост у меня рост идет ширину и все-таки я расту сравнить что гейбл прошлом году где я побывал после 120 лет когда душа то что мы тоже упомянули в начале этого урока когда вот написано что надо помнить куда конечном итоге наша душа попадет знаете если вы которые лиц гордостью показывает свой паспорт вот это DGN паспорт у меня сколько виз у меня хиза здесь здесь ух ты я везде побывал большинство я с собой в могилу этот паспорт не берут как похвастаться правильно но митвы и наши достижения духовные достижения что я чего-то достички дуковными достижениям очень интересный момент духовные достижения кроме того чтобы достижение может быть ищет закончик утрат à чек закончил всю туру например с комментариями сейчас закончилось очень много может быть духовных достижений если человек на первую него была какая-то плохая черта характера приводится многим что если человек посвятил часть своей жизни исправить эту черту характер причем жадный он нашел жад и он растет у себя заставляет немножко давать деньги вздохнуть себя равна для этим работа и потихоньку 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 он действительно вырос может он полностью стал самым таким щедрым значит он духовно что-то достиг он растет он не доходит конечно довольно кое-гадон и у него есть этот рост и наш недельная глава помнит что нам напоминает что первый священник кое-гадон он вообще был полностью самый-самый святой человек еврейского народа он находился самым святом месте мы не на этом уровне надо тоже надо обращать внимание чтобы занимались святость дальше немножко пропустим часть недельной главы часть недельной главы которая посвящена еврейским праздником я первая часть на о коина и там частный день углы посвящен а еврейским праздником и в этой часть недельной главы оймер оймер что такое омар это жертвоприношение которое евреи приносили в храме на второй день пейсаха но это значит мучное жертвоприношение она была из-за чмени не есть обычно большинство жертвоприношения в храме были из пшеницы пшеницы как бы более дорогой злак более уважаемый но тут именно она была из-за чмени и приносили слово омар сейчас у нас там мы считаем дни по омару омар на самом деле это размер это размер нескольких там около двух килограммов примерно это не размер на самом деле вес это размер объем есть такой размер оймер и величие количество вот этого ячменя который надо было принести в храм весь еврейский народ это весь еврейский народ скидывался вот эти полшакера которые мы давали и за эти деньги казна храмовая казна купала вот эту пшеницу они сам целый был как у нее срезали готовили и еврейский народ приносил этот корбан оймер потом мы должны отсчитывать от этого омара первый день второй день от вот этого же до приношения омара вплоть до шавота когда у нас будет 49 50 день будет шавот мы будем отмечать получение то интересно что название корбана звание корбан омар как почему клубы называется из разной корни скобан пасах из клубан мирный корни мирное же это приношение я же это приношение которое очищает от грехов и каждый же причине в его имени обычно приводится что она делает как она приводится мочные приношения тут назвать корбан по размеру ты все равно что назвать водку назвать есть разные там есть там столичная смирновая с водка 100 грамм понятно что 100 грамм не называет же фирму так не называют а здесь называется корбан ойма почему на ойма и плюс еще не только на корба так называешь это приношение мы отсчет ведем от именно том как одно из объяснений интересное объяснение проводится параллель когда евреи были в пустыне там были 40 лет как же они там питались как же они жили всевышний послал им каждое утро манну небесную все дни кроме субботы им посылали манну небесную и написано что размер вот этой маны под этой порции который чё получал в пустыне это был омар вот именно каждый еврей получал на оймар и приводится интересный менедж менедж говорит что и всевышний сказал евреям я вас 40 лет кормил и каждому из вас давал если так можно сказать паек омара от вас все что я прошу видите я от вас уже прошу раз в год пусть весь еврейский народ принесет этот один омар то есть я вам даю каждый каждый день я вам давал на несколько миллионов каждому давал от вас все что потребуется один омар раз году принести но идея чем идея этого омара значит сюда мы видим что мы должны помнить кто нас кормит кто нам все это дает не надо каждый день даже всевышний говорит но хотя бы раз в год когда начинается новый урожай то есть в израиле сейчас закончился сезон дождей сейчас начинается пресса потом больше вот и сезон на сбор урожая мы начинаем этот сезон поэтому запрет нельзя кушать мучные изделия которые были сделаны до прессаха большинство людей кто не живут в израиле об этом не знаю потому что многие считают что это только в израиле некоторые говорят что в других странах тоже тоже называется хадаш чешан не тема нашего урока во времена храма все согласны что был запрет пока вот не принесли этот корбан ничего нельзя было даже косить ничего нельзя было готовить вот и принес то почему потому что должен показать да я понимаю откуда это берется что каждый из нас на самом деле получает от бога манну небесную да мы иногда я получаем по-другому иногда некоторые люди должны больше работать чтобы получить эту манну небесную некоторым везет им они меньше работают но кто бы как бы нас не кормили нашими руками ваш это все на самом деле манну небесную и чем должен это помнить и вспоминать и когда мы отчитываем дни именно вот эти те дни когда мы готовимся получения тора написано что тору специально всевышний дал тору именно тем людям которые кушали манну небесную не совпадение просто так уж больше нет всевышний именно взял еврейский народ когда они находились в пустыне когда они физически полностью зависели от него на самом деле все мы с вами зависим от него все понимают что не дай бог сколько бывает страшных случаев когда может люди пошли спать и не проснулись что-то может случиться это ненормально так слова что вы прям таки запугиваете в пустыне каждый еврей каждый отец не понимал что я и мои дети все зависят напрямую всевышний потому что завтра утром мне должна моя моя мой паёк попасть с неба и если хас вышло мне будет все я пустыне именно такие люди которые они были полностью понимали и чувствовали что они зависят всевышним им дали тору мы с вами живем уже много раз я упоминал в мире которые более физически все люди чувствуют наоборот все вот я я заработал я там сделал я купил продал заказал судите как у меня хорошо получилось как у меня все здорово тяжело помнить что все это до всевышнего тяжело видеть эту манну небесную хотя вот эти дни когда мы отсчитываем омер когда мы каждый день считаешь столько до дня этого номера нам всевышний хочет напомнить и сказать что мы с вами с нами до получаем она небесную и больше помощью чтобы мы действительно помнили двух словах то чего и начал этот урок что всевышний два раза обратился к ой нам сказать сказать мягкой форме гордиться и радоваться что они избранные несмотря на то что у них больше запретов но чем больше запретов тем больше святости тем больше с них спрос точно также все евреи мишна перке вот говорит что каждый должен помнить откуда он идет куда он идет и это по-хорошему и гордо и что мы дети всевышнего человек должен расти и священник он находился в храме он не чувствовал что это был для него домашний арест он прос из-за того чтобы расти с востока на на запад север на юг он рос с земли и поднимался поднимался к небесам и мы не должны должны не забывать что мы живем в этом мире но все-таки даже в наше время мы до получаем манну небесную и физическую кстати духовную тоже и дай бог что мы удостоились закончить счет омара и шавод чтобы мы уже принесли два пшеничных хлеба принесли в шавод уже принесли не чмень а пшеницу что могут историю это увидеть в храме в иерусалиме спасибо за внимание и до встречи всего хорошего